Впереди их всех. Ну, правда, вот у Фэн Че оценка очень высокая, 16-187. Да, он винтовый делал прыжки. Такое ощущение, что Сопроненко должна быть выше. Вот мне кажется, все равно даже, что и китаец, и прыгнул хорошие два прыжка, и все-таки я вспоминаю Фэн Че, он допустил ошибку в приземлении, а Сопроненко просто показал нам два сумасшедших прыжка сальтовых с поворотами и согнувшись. Ну, я буду расстроена, если он, мне кажется, впереди. Ну, я думаю, что нам сейчас раскроют тайну оценок Сопроненко и оценки Ани Павловой. Да, я тоже пятистал. Потому что от этих оценок зависит очень многое. Ну, вот 15-875 получает японец Акигучи. Ну, и хотелось бы увидеть, наконец-то, итоговые таблицы результатов вот в этих двух видах программы. Ну, ясно, что у девушек на бревне победила Фэй Чен, потому что ее оценка, если она действительно была правильной, 16 и 150 тысяч... Ну, Аня Павловна же тоже хорошо сделала. Победить ей на... Вот, мне кажется, они по исполнительскому мастерству, Николай, были очень близки. Трудность, может быть, чуть-чуть, не знаю, кого уступает. Так, Сопроненко первый. Нет, он поделила, они поделились. А, ну, они победила дружба, победила дружба. Японец третье место, да. Вот Макота, вот я сказал, что он два таких серьезных прыжка показал. Ну, что ж, и наш Миша пока... Да, ну, это тоже не страшно. Вот сейчас выезжает пьедестал разборный, сборный. Сейчас его соберут, поставят, уже убирать не будут, так как... Ну, а Ченг Фэй, да, Аня Павлова только четвертая. Да. Увы. Две китаянки выиграли. Целый балл она проиграла, например, первое место. Это, конечно, сильная поигрыш. Ну, вот с ГОБа третья устроилась, две китайки. Как мы и говорили, две китаяночки впереди. Сегодня вообще идет весь Кубок мира под знаменем китайской гимнастики. И не потому их по две умещается на пьедестале, что третья проигрывает. Просто третья не допускает. Да, только две участницы. Регламент соревнований. Могут быть в финале, да. Да, допускают на отдельные виды по два спортсмена от страны, не более двух спортсменов. Не может один, но никак не может три. Они открывали для себя Европу. Мы очень многое почерпнули. А Европа открывала их для себя. Мы представляли советский футбол за рубежом, утверждали его вклад. Ярчайшие клубы Старого Света против легендарных советских команд. Товарищи матчи. Но в то время, в тот период, они расценивались как официальные игры. Советские клубы выходят в футбольный свет в программе «Летопись спорта». Легкоатлетический сезон в Роскале. Подданные бельгийского короля принимают подданных королевы спорта на традиционном 28-м турнире «Ночь легкой атлетики». Смотрите на телеканале «Планета спорта». Международный турнир «Ночь легкой атлетики». Трансляция из Бельгии. Ну вот были такие несомнения, подозрения, что вот в этих видах программы в опорном прыжке у мужчин и на бревне у женщин все-таки будет конкуренция серьезная со стороны приезжих участников, я имею в виду с китайцами. И так оно действительно и получилось. Тут же Сопроненко поделил в итоге. Ну Сопроненко, знаю, вот Николай, мне хочется его немножко оправдать. Он, честно сказать, достойный сегодня абсолютного первого места. Но он первый прыгал. Это неприятное жребие для него. Китайцы уже туда где-то они разместились. Будем предполагать, нечаянно все замыкающие восьмерки. На нем прикидывалась судейская бригада. Но он показал очень хорошие два прыжка. Я от души поздравляю и Дмитрия Сопроненко, и всю латвийскую гимнастику с возвращением его уже как бы в полной мере, в полную силу. Ну вот сейчас будет награждение победительниц на бревне. Китайская девочка. И еще одна китайская девочка. И сгоба. То есть это шестая золотая медаль у китаянок, у китайской команды в шести видах программы. И в седьмом тоже они золотые. Друзья, я просто напомню, что сегодня выступает 10. То есть 10 снарядов принимают участие. На 10 снарядах работают гимнасты. Все 10 медалей будут в Китае. Грустно. Но факт. Они великолепны. Они великолепны. Ведь сгоба, ну вот это, я смотрю, вот сгоба, вот с ней рядом стоит Фэй Чен. Трудно сказать, какая лучше, да. Да, ну и вот сейчас на пьедестале победительница в упражнении на бревне. Вот победительница на пьедестале. И запомните вот эту гимнастскую. Это надежда, главная надежда Китая на Олимпийских играх в Пекине в следующем году. Потому что это действующая чемпионка мира и в вольных упражнениях, и в опорном прыжке. И вот мы видели, что она прекрасно, да, не просто умеет, а умеет работать на высочайшем уровне. И вот в шестой раз уже под сводами Дворца Спорта Международного Гимнастического Центра сейчас прозвучит китайский гимн. Дворца Спорта Международного Гимн Дворца Спорта Международного Гимн Дворца Спорта Международного Гимн Дворца Спорта Международного Гимн. Вот есть ли смысл эту гимнастскую задействовать в борьбе за абсолютное первенство, или все-таки ее... Специализировать в отдельных видах. Да, в отдельных видах. Полный смысл. Я вот сейчас немножко задумалась, я почему-то не помню, видела я ее на брусик, по-моему, видела. Полный смысл. Такую многоборку, вот видите, она блестящими прыжками располагает. Она прекрасно себя чувствует достойно, во всяком случае, на бревне. И чемпионка мира в вольных упражнениях, значит, она и с акробатикой в порядке у нее, и со всем вместе взятая. Конечно, какие предпосылки невероятные. Такую вторую мы видели только... Феррари из Испании, ой, из Италии, простите, которая сейчас... Да, чемпионка мира многоборная. Да, да, да. Ну, их вот прям буквально посчитать по пальцам можно, сколько таких сегодня девочек, способных бороться за абсолютное первенство. Безусловно, она будет одна из претендентов. А дома и стены, как говорят, помогают. Так что Феррари тут будет сложнее, чем Фей Ченг. Ну, сейчас будет награждение прыжкового снаряда у мужчин, и будет звучать два гимна, так как поделили два первых места, и протокол будет выполнен абсолютным. Ну, вот даже в таком виде, как в опорном прыжке, тоже один из китайских спортсменов поднимется на высший пьедестал. Мы уже говорили о том, что, конечно, они себе ставят задачу на этом этапе Кубка мира, последним перед чемпионатом мира, выступить по максимуму. Пока у них это... Получается. Получается. Это они нам, правда, не говорили об этой задаче, но мы ее предполагаем, вычислили, да. Ну, что это было очень нетрудно. Очевидно очень, да-да-да, и даже когда мы начинали с вами наблюдать за этим этапом Кубка мира, я, по-моему, сразу сказала, что гимназия Китая здесь спокойненько.